доброго времени уважаемые любители гримдон сегодня в небольшом гайзе я расскажу вам о тактике и стратегии боя с одним из самых сложных супер боссов в игре гримдон креетов интертеймент сделаю это на примере рыцаря смерти на силовой физической волне одном из свежих билдов на моем канале который вы можете увидеть в видео и на стриме но для начала мы изучим с вами что же это за супер босс что он умеет чем дамажит и как же его контрить для этого заходим грим тулс выбираем базу монстров и вводим имя этого супер босса пожалуйста креетов интертеймент ну что ж по порядку давайте глянем где он появляется какая известная добыча не так чтобы очень забавная коробка названия соответствует содержимому и прекрасный амулет для любого новичка в игре которому надо будет прокачивать 2 3 5 и так далее билды великолепный амулет который можно использовать с первого уровня появляется он в локации под названием край реальности этот супер босс чему предшествует очень непростой квест но об этом отдельный разговор а пока давайте вернемся к нашему супер босс и так чем он дамажит какие типы урона и атак в его арсенале присутствуют физический урон урон здоровью хочу сразу сказать что урона здоровью здесь немного достаточно закрыть сопротивление на 80 процентов и проблем вы не почувствуете здесь же есть такое умение которое называется понерфлен вас слегка понерфили снижение здоровья снижение урона вашего само собой на некоторое время далее снаряды которые периодически падают с неба наносят физический огненный урон вообще у него довольно много физического урона у этого супер босса как принципе у всех за исключением маг дрогина далее урон по площади вместе применения и прыжок назад это периодическое умение которое вы можете наблюдать во время отпрыгивания этого супер босса от вас будьте готовы к тому что в это время можете окаменеть и сниженным будет навык защиты как бороться с окаменением мы рассмотрим дополнительно далее когда будем подробно разбирать самого персонажа проникающего урона здесь немного поэтому тоже достаточно чтобы он просто был закрыт на 80 плюс процент выстрел снарядами во все стороны урон молнии физика все как обычно я про физический урон но и также снижение ваших сопротивлений далее идут его питомцы очень опасный ящик назови меня и множество невзрачных ящиков которые спамятся от вашей атаки также вы здесь можете наблюдать пассивные умения урон физический физический урон какие-то другие сопротивления много здоровья брони все второстепенные закрыты настолько чтобы ничего нельзя было ему сделать и пассивное умение на отхил поглощение урона и другие некоторые моменты не столь принципиальное чтобы их подробно разбирать теперь давайте подробнее рассмотрим каждый из ящиков назови меня в чем его опасность в том что он во время своей атаки снижает здоровье а потом наносит огромный урон физикой и эфиром практически для каждого билда это ваншот если у вас нету большого поглощения физики и эфиром поэтому лучший способ борьбы с этим питомцем просто не стоять с ним рядом далее невзрачные ящики те самые которые вас замораживают наносят много урона холодом а также физикой куда же без нее и имеют какие-то сопротивления броню и здоровье сопоставимые с самим супер босс имеют бонусы к здоровью брони и закрытию второстепенных сопротивлений что же как было сказано выше у этого супер босса и его питомцев довольно много различных типов урон поэтому глядя на нашего персонажа важно понимать что же ему необходимо закрыть в обязательном порядке проникающий урон достаточно 80 плюс с какими-то копейками урон здоровью в районе 80 процентов и это все наверное для основных типов сопротивлений и теперь самое главное типы сопротивлений которые вам надо за оверкапить это огонь 80 плюс 80 холод аналогичным образом и молния не забывайте про второстепенное обязательно должно быть закрыто оглушение иначе вас будут оглушать ящики обязательно должна быть закрыта заморозка иначе они вас будут замораживать и окаменения чтобы сам супер босс create of entertainment не превращал вас периодически в камень само собой все это должно быть на фоне вашего прекрасно раскачанного персонажа высоким рейтингом брони с высокими показателями навыка атаки и защиты и с большим сопротивлением физическому урону коего довольно много как у самого супер босса так и у его питомца что я вам еще хочу порекомендовать пользуйтесь grim eternals великолепная утилита которая облегчит вам жизнь и прохождение этой игры я считаю наличие этой утилиты обязательным инструментом для того чтобы беспроблемно стабильно и постоянно фармить данного супер босса побывал один раз в локации вы имеете возможность попадать сюда повторно минуя весь длинный путь прохождения данного квеста поскольку супер босс вас будет обязательно убивать вам потребуется какое-то время чтобы набить руку используя тактику и стратегию для постоянных побед над ним итак попал в эту локацию вы сразу вы видите какие-то графические эффекты и если вы используете счетчик fps то во время боевки вы будете замечать как же он сильно будет просаживаться будет тормозить игра и ничего с этим невозможно сделать оптимизацию по-прежнему не завезли и не планирую поэтому зайдите в настройки графики если вы этого еще не сделали и предварительно примерно аналогичным образом настроить вашу графику даже на моем древнем железе даже на моей слабенькой видеокарте принципе неплохо это все работает с данными настройками ну а теперь непосредственно к делу еще небольшой совет рекомендую вам сражаться с супер боссами а именно коллагадрой и ящиком развлечений в оконном режиме все-таки будет немножко меньше нагрузки на графическую карту еще маленький нюанс если у вас автоматически сопротивление не закрываются а так скорее всего часто и будет то делайте это дополнительными присыпками во всю броню которая у вас имеется присыпки стоят копейки мера это временная я думаю вам будет достаточно несколько раз победить данного супер босса чтобы выбить вот такой амулет также обращайте внимание на модификаторы они бывают разные некоторые очень сильно упрощают этот процесс некоторые наоборот усложняет жизнь рекомендую использовать руну смещения которая телепортирует вас на какое-то расстояние без всяких проблем и необходимости вступать в бой с теми мобами которые здесь находятся я стараюсь с ними не зависать максимально быстро проходя и выходя в локацию край реальности обновляем типы урона для того чтобы видеть потом если не победим от чего же мы в итоге отлетели а также наносимый урон навык атаки и навык защиты давайте сразу осмотримся в этой локации я вам покажу некоторые точки где можно будет неплохо прятаться от падающих с неба огненных ящиков их несколько они будут приложены в конце ролика отдельным графическим файлом а также ссылкой на него и так одна арка рядом с ней дерево хорошая но не очень удобная больше подходящая для пятовода и кастеров собственно говоря пришел сам супер босс смотрите что делаем дальше здесь еще две точки еще один навес еще одна арка и два навеса будут во внутреннем дворике стандартный подход таком случае если у вас есть рывок или теневой удар с его помощью перемещаться к этому супер боссу и отпрыгивать с помощью смещения когда начинается какая-то лихая заварушка все это я сейчас постараюсь вам продемонстрировать с попутными комментариями но если вдруг мы отлетим после будет приложен отдельный дополнительный заход но уже успешно ну что ж поехали пожелайте мне удачи в этом бою и так первое что мы делаем прилетев к нему поворачиваем камеру стараемся стать такую позицию чтобы наши атаки были перпендикулярно этому коридору иначе он будет отпрыгивать по направлению атаки и выскакивать из коридорчика нам же этого абсолютно не нужно нам надо здесь как можно дольше побыть с ним сняв примерно 50 процентов от его здоровья и уже только после этого убежать во внутренний дворик и начинать танцы с кайтом само собой эта тактика и стратегия скорее больше подходят каким-то билдам которые вынуждены вступать в ближний бой нужно руководствоваться играя кастерами и петоводами в том числе помните про направление атаки и пользуйтесь им последующих моментах в том числе вот сейчас он будет отпрыгивать нет сейчас он не будет отпрыгивать вот он сейчас отпрыгивал но направлении нашей атаки было перпендикулярно коридорчику поэтому он снова остался в нем здесь я стараюсь убежать вот сюда потом снова возвращаюсь и продолжаем боевку он отпрыгивает в данную комнату в ней тоже кстати есть место для нычкования будьте аккуратны появляется большой ящик назови меня с ним шутки плохи он просто может незаметно для вас ваншотнуть видите вот сейчас было направление атаки параллельно этому парапетику где мы сражались и он спокойно убежал меня но тем не менее мы продолжаем сделав такой полный круг выходим сюда и есть две возможности пойти направо и пойти налево смотрите как вам удобнее но имейте ввиду что пойдя направо вы можете быть там зажаты и убит также обратите внимание на банки которые я использую обычные покупные банки на резисторе с на увеличение брони и навыка защиты которая приобретаются в корине и в усадьбе соответственно старайтесь чтобы к этому времени у вас было накоплено как можно больше гроздей они дают 75 процентов поглощение дамага и возможно скоро нас ждет тот момент когда придется их использовать ну что ж рискнем и попробуем убежать вправо не стесняйтесь прилетайте к нему как только он выходит из коридорчиком но будьте аккуратны много ящиков летящих в том числе с неба могут стать для вас фатальными здесь попробую использовать тактику хитрожопого кайтера а именно прибежать боссу на рывке и тут же улететь от него на смещении но повторюсь может быть плачевный исход можем просто отлететь обратите внимание здесь появился ящик назови меня он виден относительно других намного крупнее и больше это тот самый пет рядом с которым находиться крайне нежелательно убегаем сюда когда он прибегает подарку снова прибегаем к нему нет убегаем убегаем ящик ящик тот самый ящик назови меня ни в коем случае не стойте рядом с ним как бы там не сложилась дальнейшая наша судьба здесь если будем стоять рядом с ящиком то она сложится печально сейчас повторяем ту же схему выбегаем на рывке к боссу потом с помощью смещения телепортируемся дальше и уходим во внутренний дворик но у нас уже выпита банка здоровья придется проюзать кристаллы если бы не кристаллы мы бы здесь отлетели на сто процентов ну вот и все что и требовалось доказать боевка действительно непростая но вас ждет за это награда к сожалению в данном случае мне не выпал еще один амулет но постоянно постоянно дропается вот эта коробка дроп из ящиков как вы можете видеть не очень интересный и не очень богатый вот и все дорогие друзья настолько непростой супер босс что сегодня во время очередной боевки и решил наконец сделать гайд по нему чтобы всем остальным было намного проще с ним сражаться подписывайтесь на канал заходите в гости жмякайте колокольчики и лайкосики пишите комментарии говорят это помогает продвигать полезное видео по вашей любимой игре с вами был валер mxm заглядывайте на стримы и узайте билды всем добра пока пока если что